Какие испытания ждут пилотов в самой гонке Гран-при Малайзии узнаем завтра в прямом эфире телеканал «Россия-2», начало в 11.45 по Москве. В воскресенье также смотрите трансляцию еще одного яркого события этих выходных – биатлонной гонки чемпионов в столичном спорткомплексе «Олимпийский». О подготовке к этому уникальному соревнованию Дмитрий Лукашев. В аэропорту Шереметьево днем было настоящее столпотворение звезд современного биатлона. Сестры Семиренко сразу признаются – приглашение в Москву стало неожиданным и, конечно, приятным. Но все внимание быстро переключилось на тех, чье соперничество и чья дружба сейчас на устах у всех поклонников биатлона. Бео и Свенсен в любимой манере начали дурачиться. Впрочем, это сначала были шутливые интервью, а потом уже посерьезнее. Я никогда раньше не был в Москве, но знаю, что интерес к этой гонке очень большой. Может быть, это будет самое интересное состязание за весь год. Забавно после окончания сезона принять участие в таком мероприятии, как гонка чемпионов. Обычно в таких шоу-гонках я не очень хорош, так как они немного отличаются и мне тяжелее настраиваться. Но я думаю, этот стресс я преодолею и выступлю удачно. Иван Черезов тот, кто в этом непростом сезоне вел за собой всю нашу сборную. После победного чемпионата России он сразу поехал домой в Ижевск и только в субботу утром прилетел в столицу. Дни проведенные дома, конечно, пошли на пользу. Теперь Иван настраивается показать зрителям то, что многие вживую вообще никогда не видели. Самое главное, чтобы понравилось всем болельщикам, зрителям, кто будет смотреть и получили все удовольствие, так же, как и спортсмены. Те гости, что прибыли в столицу днем ранее, удовольствие начали получать уже с утра. Промозглая погода, обрушившись на Москву, не помеха экскурсии. Бьерн Ферри бодро шагает в автобус, где уже находятся все соперники. За окном те виды, которые принято называть сувенирными. Кремль, Красная площадь и окрестности. Москва до этого на биатлонной карте мира еще представлена не было. И многие здесь впервые. Вы спрашиваете о моих ожиданиях? Я вообще впервые в вашей столице и очень впечатлена. Только ради этого стоило сюда приехать. Пока элита мирового биатлона знакомилась с достопримечательностями, которые не могут оставить любого иностранца равнодушными, в самом Олимпийском завершалась подготовка. Сегодня трасса получила уже свой окончательный вид. Организаторы установили мишени. Расстояние до них, к слову, показалось чуть меньше, чем на этапах Кубка мира. А для наглядности зрители будут видеть каждый выстрел на огромных мониторах, подвешенных под крышей. Особое внимание, конечно, и самой трассе. Снег укладывали вручную. А чтобы полотно было ровным, его накрывали тканью. И затем проделывали вот такую процедуру. Вообще тяжело. Она примерзла, что ли? Да. Вон лед. И она со льдом уже. В Олимпийском в субботу отстраивали звук и свет. Здесь все планируют сделать как минимум не хуже, чем на аналогичной гонке в Гельзенхерхни. И, судя по стараниям работников, сделать это вполне удастся. Гонка хоть и не рождественская, а гонка чемпионов, но традиционные для биатлона елочки вдоль трассы в Олимпийском уже поставлены. А все наши опасения вот об этом веществе, об искусственном снеге, который так долго анонсировали организаторы, по большому счету отпали. Снег в Олимпийском не тает, и гонка пройдет так, как задумано. Организаторы готовы явить столичной публике абсолютно новое зрелище. Соревнований по биатлону такого уровня в столице не проводилось никогда. Дмитрий Лукашев, Игорь Гусев, Сергей Горбунов, Илья Трифонов. Вести спорт. Одна из участниц гонки чемпиона Светлана Слепцова живет по принципу «ни дня без биатлона». Старт в Москве уже завтра, а еще сегодня утром олимпийская чемпионка бежала в эстафете на чемпионате России в Тюменской области. Слепцова выступала за сборную Ханты-Мансийского автономного округа на последнем этапе, но к тому моменту ее команда уже не имела шансов на победу. Хозяин чемпионата Тюменская область выставила на эстафету сразу четыре команды. Одна из них под номером два стала лучшей. Светлана бежала очень быстро, сохранив в югре серебро, а заодно, чтобы успеть подготовиться к вылету в столицу уже через несколько часов после финиша. Хотела сегодня выиграть, именно выиграть здесь в Тюмени, но немножко не получилось, ничего страшного. Ну, мы рады этому второму месту, мы сделали все, что могли, я сделала все, что могла. Надеюсь, у меня остались силы еще на завтра. Спасибо. Спасибо.